здравствуйте коллеги с вами саков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому поговорим о том как закрылась неделя предыдущая что нам стоит ожидать на этой неделе ну и разберем конечно ключевые события которые сейчас лет на рынок но прежде чем мы начнем напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк подписываться на канал ну и также оставляйте ваши вопросы в комментариях к сожалению мы вновь не можем не затронуть тему распространения коронавируса сейчас новые рекорды по всем странам какие-то страны вводят дополнительные ограничительные меры но пока наверное то что мы ждем это реакцию конечно же на сша в данном случае важно также посмотреть и оценить масштабы да на текущий момент потому что сейчас давно мы не смотрели на данную картину в ходе наших видео но давайте сделаем это еще раз то сейчас у нас 54 миллиона зараженных случаев 11 миллионов сша с этим индия бразилия франция и россия затем найдет испания ну то есть важно понимать что темпы распространения коронавируса у нас вновь начинает обирать обороты и если мы опять же посмотрим по количеству дневных случаев которые мы видели за последние несколько за последние несколько дней то здесь сразу же броситься в глаза ситуация при которой мы видим на текущем на текущем ту ситуацию которая у нас как раз вирус распространяется и в сша рекордное количество уже было более 177 случаев заражения за один день тут важно понимать как что может ожидать дальше потому что сейчас как мы как мы помним байден говорил о том что трамп сделал не все что а необходимо для борьбы с коронавирусом и он в случае необходимости будет принимать новые меры от файзера был о вакцине возможно скоро к ней подключится компания модерна и даст новое как раз новую информацию на текущий момент то есть в любом случае рынки ждут позитива с точки зрения появления вакцины да то есть как только вакцина появится она будет пройдет все испытания она дойдет до массового использования это может уйти там несколько месяцев но пока я сейчас мы с вами видим что ситуация складывается не самым благоприятным образом в том числе и меня с точки зрения монетарной политики сша потому что нового пакета стимулирующих мер мы все еще не видим и сейчас важно понимать то что второй локдаун может быть крайне опасно для экономик то есть опять же все это понимают сейчас тем более новый сезон холодов до зима приближается и не соответственно на вирус в этих условиях ждет гораздо лучше то есть как прогнозировали ученые то что очередной пик может прийтись как раз на декабрь январь и в связи с этим есть вероятность еще большего ускорения распространения а с другой стороны также есть теория о том что коронавирус мы от него никуда не денемся мы в любом случае не будем жить да нужно чтобы перевалило большое количество население планеты тогда он органически войдет в нашу жизнь и будет существовать точно так же как грипп и ограничивая не ограничивая все это никак не поможет но тем не менее перейдем уже вот в текущий момент сейчас мы с другой стороны видим то что рынки на находится на локальных максимум вот s&p 500 сегодня уже опять обновляют максимум конца прошлой недели и мне опять мы открыли собственно ростом то есть здесь а позитив для фондов рынков он пока все еще остается но важно понимать что впереди сезон довольно таки важный сезон для ритейлеров для крупных торговых и онлайн площадок это предновогодние праздники которые как раз пик выручки приходится как раз на эти дни и если все закрыть ограничить то торговые центры то есть там где физически да нужно покупать потому что онлайн площадки от этого ну не пострадают если не также могут для себя получить дополнительную аудиторию но на скажем так то тем а предприятие куда нужно идти до чтобы купить там подарок или что-то то они конечно при дополнительных ограничительных мерах здесь могут на пострадать ну и плюс также компании за реального сектора из реального сектора производства а также находится в опасности вообще очень интересно когда последует все таки реакция от белого дома да в том числе вот байдена но по всей видимости на каких-то дополнительных ограничений в сша мы можем не увидеть до января то есть все пройдут праздники все потратят свои деньги возможно будут новые стимулирующие но поддерживающие меры для населения вот в январе там уже могут вести какие-то дополнительные меры если ситуация с вакциной не будет более ясно потому что в любом случае важно понимать что да пфайзер заявил о том что вакцина будет но требуется время чтобы произвести чтобы ее доставить а еще при таком ограничении в плане хранения да то здесь уже возникает вопрос логистики как это все доставлять то есть даже если вакцина будет то может уйти там несколько месяцев на то чтобы просто ее до произвести доставить там нужную точку а то может быть и год соответственно сейчас с точки зрения рынков то что мы видели на прошлой неделе еще на следите который тоже хотел показать это собственно последняя динамика за последнюю неделю мы видим что snp под раз подрос на 2 и 3 процента за прошлой неделе до джонс реагировал лучше 4 процента ну собственно компании зрения сектора как раз дали позитива для того чтобы начать до отбиваться практически вот тех минимальных значений где они находились ну и конечно рассел 2000 то есть компании малой капитализации тоже неплохо подросли соответственно из секторов на прошлой неделе лучше всего показывала энергетика да ну нефтянка довольно-таки неплохо отскочил опять же на фоне подорожания цен на нефть и из также финансовый сектор неплохо отрос и промышленные товары коммерческая недвижимость собственно вся недвижимость потому что опять же если вакцины есть то это позитив о том что опять люди могут арендовать до площади и вести свой бизнес как раньше эти сектора но тем не менее общая динамика по пока страхи сохраняется нисходящие туда с точки зрения годового выражения то есть мы видим так странно что здесь минус 41 процента по и на по энергетике в принципе больше всего пока проседает энергетика но все остальные сектора начинают подбираться теперь давайте посмотрим что у нас ожидают на этой неделе мы с вами посмотрим как всегда экономический календарь посмотрим какие события запланированные я ставлю приоритет ставлю высокий и мы с вами идем по списку а соответственно сегодня в понедельник будет выступление лагард пройдет 15 по терминальному времени завтра сша вы данные по розничным продажам и еще одно выступление лагард последует в среду разрешение на строительство земли изменения запасов нефти то есть ну собственно здесь по если спрос до стимулируется если вновь возвращается спрос на нефть то конечно запасы здесь могут снижаться что собственно будет отражаться так же на нефти дальше в четверг еще несколько выступлений лагард ну видимо на этой неделе у них много чего будет говорить в 10 часов 12 часов и и также выйдут данные по продажам на вторичном рынке и пятница у нас завершится еще одни выступления лагард ну посмотрите практически каждый день она выступает кроме среды среды видимо среду не выходной и также выйдут данные по розничным продажам в великобритании в австралии ну на самом деле ну вот видимо для европейской части недели довольно таки важно да то есть много выступлений у главы европейского центрального банка а вот на другие данные то есть собственно неделя довольно таки спокойно но это в середине месяца то есть в принципе все важные события которые были на они уже плюс-минус прошли да то есть уже и рынки отыграли ситуации с выборами но плюс-минус отыграли то есть по крайней мере на текущий момент и теперь давайте пройдемся по ключевым активам евро доллар евро доллар был в коррекции последние несколько торговых сессий на прошлой неделе собственно отскочили от уровня поддержки который находится в области 1.17 но для меня не самая оптимальная точка для входа поэтому здесь я эту сделку пропустил но пока мы видим вновь попытки восстановительного движения в области 1.19 и 1.20 то есть текущих уровней с точки зрения числа таймфрейма мы конечно видим новое восстановление но я для себя ждал коррекцию чуть пониже поэтому в данном случае в сделку я не входил по британской валюте также сейчас мы начинаем двигаться в сторону восходящей уже возобновление восходящего движения собственно сегодня мы торгуемся уже выше максимума которые были сформированы в пятницу что нам говорит о переходе с коррекции которая была как раз вот последние два дня среду и четверг среда четверг пятница но сегодня понедельник открылся уже выше пятница сейчас мы можем говорить о восходящем движении ближайшие цели это выновление максимальное значение 11 ноября но запас движения запас хода здесь не такой большой поэтому здесь я сделку тоже пока не планирую а вот по паре американский доллар канадский доллар здесь ситуация мне кажется более интересной а у нас в любом случае сохраняется формация нисходящего движения по данной валютной паре сейчас мы дошли до справедливой цены да по то есть вот завершилась эта коррекция которая была поэтому здесь а с точки зрения числа таймфрейма я для себя также продажи рассматривать более сегодня мы смогли закрепиться ниже значение пятницы я не входил по текущим ценам я вновь поставил отложенный ордер здесь для того чтобы войти в эту позицию я жду небольшой коррекции вверх меня в рамках 50 процентов у движения пятницы и затем уже продолжение исходящего движения то есть и профит у меня стоит на минимум девятого ноября данном случае здесь можно получить довольно неплохое соотношение риск прибыль поэтому мне она практически один к пяти до соотношения поэтому вот в эту позицию я как раз для себя и не буду рассматривать до с точки зрения валют по паре американский доллар японская и ну не хочется присоединиться в данном нисходящем движении типа и оно уже здесь началось но довольно таки неплохо продолжается собственно здесь я для себя пока оставлю вот тот отложенный ордер который у меня стоит потому что вполне вероятно что цена может немного вернуться как раз в тот диапазон который у меня был выбран для входа и затем продолжить нисходящее движение ну плюс-минус та же самая картина которую мы видели в середине октября то есть да сначала мы в начале начали падать затем была еще одна волна коррекции затем падение ускорил то есть вот я плюс-минус буду ждать такой же ситуации но передвигать ниже отложенный ордер я не буду меня соответственно посмотрю как то здесь будет развиваться в целом с точки зрения часового таймфрейма у нас идет вновь развитие нисходящей формации то есть мы смогли закрепиться в пятницу ниже минимальные значения которые были сформированы в четверг собственно здесь сам само развитие вот данного нисходящего движения но вполне сохраняется и ну единственное что для меня там цены для входа были не самые оптимальные поэтому сейчас по текущим ценам я не вошел но продолжаю держать вложенный ордер и искать возможности как раз присоединиться австралиец также завершает коррекцию но опять же цены не самые интересные для входа мы довольно таки коррекция была не очень большая да мы стояли в таком больше боковике несколько дней поэтому здесь я позиции тоже не открывал пока не планирую ну собственно с точки зрения часового таймфрейма сейчас мы видим уже попытки вновь покупателей взять инициативу и уйти на обновление локальных максимумов по новозеландцу картина плюс-минус такая же мы все еще находимся на практически исторических максимум всего лишь там небольшое количество от максимум которые были сформированы в четверг поэтому здесь тоже с точки зрения присоединения по тренду не самая комфортная ситуация хотя с точки зрения часового таймфрейма сейчас мы видим переход в фазу роста вновь но мы опять на локальных максимумов здесь не самая комфортная ситуация для торговли золото по золоту здесь я тоже продолжаю искать возможности присоединиться к данным восходящему движению да по крайней мере спекулятивно из области конечно 1850 это было бы максимально интересно но вопрос опустимся ли мы еще в эту область поэтому здесь я пока отложенный ордер тоже оставил на случай если будет какое-то резкое движение мы не уйдем ниже минимальные значения которые были как раз 9 ноября сформированы как область поддержки то золота я бы конечно присоединился да тем более здесь довольно таки неплохие уровни все еще остается потенциал для роста поэтому золото выглядит неплохо но опять же не стекущих уровней по крайней мере не для меня отложенный ордер продолжает стоять по цене 1858 долларов за тройскую унцию стоп-лосс чуть ниже соответственно за минимум 9 ноября также ищу возможность присоединиться к данному активу но вот и индексы довольно таки быстро откупили то исходящее движение которое было вторую половину октября собственно ну и понятно но с точки зрения присоединения опять же не самая комфортная ситуация делать это прямо сейчас даст находится на локалик максимумах поэтому здесь только ждать коррекцию и мне уже к нему присоединяется по более интересным ценам ну и плюс минус то же самое по и сны 500 по и сны 500 здесь собственно это хорошо для меня инвестиционного портфеля потому что опять же в пятницу мы видели еще одну ну по крайней мере я по своему портфелю видел еще один прирост который пятница завершила довольно таки неплохо ну и собственно чем выше сны 500 тем лучше чувствует себя инвестиционный портфель ну а если будет еще одна волна коррекции то я и с точки зрения спекулятивных операций до с точки зрения трейдинга буду искать возможности докупить ну и собственно буду подбирать для себя также акции в свой инвестиционный портфель и завершая наш обзор нефтью по нефтемарке бренд вторую половину вчера прошлой неделе мы видели довольно таки неплохое движение собственно 11 ноября довольно таки новый локальный максимум который мы видели за последние несколько недель и сейчас общая динамика также сохраняется здесь восходящая да мы немного корректировали последние пару дней но в целом пока нефть выглядит на повышение да что называется теперь ждем обновления локальных максимумов уход выше значений которые были мне в конце этого лета ну что ж коллеги неделя так же довольно таки интересно довольно таки насыщена нам скажем так не события которые в экономическом календаре но у нас все еще продолжается сезон отчетов мы все еще ждем новостей по вакцине мы следим за распространением коронавируса то есть держим руку на пульсе и а будем проводить как раз давать информацию как эти моменты повлиять на рынок и как их имеет смысл разумно использовать ну а на сегодня это все всем желаю хорошей торговой недели увидимся с вами в среду и посмотрим как рынки подходят к середине текущей недели не забудьте поставить лайк вопрос оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания